Добрый день, дорогие друзья! Сегодня на библейском портале «Экзигет» хочется предложить вашему вниманию некоторые размышления и подвигнуть вас, кто пожелает, кто будет слушать, кто захочет задуматься над этим, о самой редкой добродетели, которая встречается у людей. Добродетелей очень много, но есть одна действительно очень редкая. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, нашлось хорошее лекарство, ты поправился и считаешь, что причина во враче или в лекарстве, или еще в чем-то о том, что это Господь послал тебе врача, и Господь послал тебе лекарства, и Господь послал тебе здоровье. Об этом чаще всего люди забывают. Может быть, не все, но, наверное, вы согласитесь со мной, дорогие друзья, конечно, это вопрос дискуссионный, что большинство людей, скорее всего, ищут где-то в земных обстоятельствах решение своих проблем. О том, что за всеми земными обстоятельствами стоит Господь, который промышляет, который тебя любит, на тебя взирает, и, как сказано в Священном Писании, даже волос головы нашей не упадет без воли Божией, об этом мы чаще всего забываем, по крайней мере, большинство из нас. И вот действительно, не благодарность Богу – это большой порог, а благодарность – это одна из самых редчайших добродетелей. Вот интересно на эту тему размышлял преподобный Паисий Святогорец. Ему задали однажды вопрос. Геронда, а почему люди, у которых все есть, то есть есть, скажем так, все материальные блага, дом, полная чаша, в то же время испытывают страх и печаль? Согласитесь, интересный вопрос и ситуация достаточно распространенная. Преподобный Паисий ответил следующим образом. Если вы видите человека, который испытывает сильный страх, огорчение и печаль, хотя у него все есть, знайте, что у этого человека нет Бога. Тот, у кого есть все, и материальные блага, и здоровье, а он вместо того, чтобы благодарить Бога, выдвигает новые безумные требования, ворчит и ропщит, однозначно готовит себе место в аду. Человек, который знает, что такое благодарность, всем доволен. То есть, благодарный человек доволен всем. Любой жизненной ситуации он все равно доволен, но он знает, что есть Господь, который не попустит выше сил ни испытания, ни болезни, ни скорби. То есть, есть твой любящий небесный Отец. И благодарный человек, поэтому в душе у него всегда мир. Благодарный человек думает о том, что Бог ему дает каждый день и радуется всему. Но если человек неблагодарный, он всем недоволен, ропщит по всякому поводу и мучается. Сестры монастыря Сурати, с которыми беседовал преподобный Паисий, спрашивают у него пояснение. Как же тогда научиться благодарности? В чем же тогда причина? Почему мы так часто ропщим, даже имея все материальные блага, как бы все то, что необходимо для жизни? Преподобный Паисий говорит, я хочу сказать, что если мы не воспринимаем благ, которые нам дает Бог, и начинаем роптать, то тогда приходят испытания, которые заставляют нас сжаться в кулак. Я вам серьезно говорю, у кого такие замашки, кто постоянно ворчит и ропщит, пусть знает, что получит от Бога оплеуху, чтобы в этой жизни расплатиться хоть с частью своего долга. Если же эта оплеуха не последует в этой жизни, то еще хуже. Тогда ему придется одновременно за все расплачиваться в жизни будущей. То есть ропот и неблагодарность могут стать у человека привычкой. То есть вроде бы у него действительно все есть, и роптать-то нечего, скажем так, и крыша над головой, и работа, и более-менее заработок, и здоровье, и все близкие, родные, живые, здоровые. Но есть люди, которые ропщат, это у них же стало как частью их природы. Любой разговор сразу уходит в состояние ропота. Входит ропот в привычку, потом за ропотом следует ропота и за жалобой жалоба. Сеющие жалобы жалобы и пожинает, и копит боязнь, а сеющие словословие вкушает божественную радость и благословение вовеки. То есть тот, кто словословит Бога, тот, кто благодарит, он как бы сеет это словословие и дальше. Ропотник, сколько бы Бог не давал ему благословений, он их не чувствует. Поэтому благодать Божия отходит от него и приходит искушение. Искушение следует за ним по пятам, и все у него через пень-колоду. А благодарного сам Бог преследует своими дарами. Вот смотрите, какое мудрое наблюдение преподобного Паисия, которое соответствует и, можно сказать, в русле святоотеческих советов более древних отцов. Что человек, который благодарит, тот столицы приемнет. А неблагодарный, то есть тот, кто ропщит, постоянно всеми довольны, постепенно теряет даже то, что имеет. Вот как в известной притче о талантах в Священном Писании сказано, что у неблагодарного раба отнимите даже тот талант, который он зарыл в землю. Даже если ты за этот талант не приумножаешь, не благодаришь Бога, даже этот талант, даже если ты думаешь, что что-то имеешь, даже это у тебя отнимется. «Не благодарность – большой грех, который осудил сам Христос. Не десять ли очистилась? Где же девять? – спросил он прокаженного, который пришел его поблагодарить. Христос дал благодарность от десяти прокаженных не для себя, а для них самих, потому что благодарность им же самим принесла бы пользу». И у преподобного Паисия Святогорца в этом же томе есть очень интересное наблюдение. «Один епископ не рассказывал, что в храме, когда дьякон читал Евангелие об исцелении гергезинских бесноватых – это двое бесноватых, которые были на берегах Ильсерецкого озера, которых Господь исцелил, из них вышел легион бесов. Один простой прихожанин, который стоял позади епископского места, все время повторял «Слава тебе, Боже!». Дьякон начинает «Во время Оно, пришедшую Иисусу в страну Гадаринскую, слава тебе, Боже!» – говорит прихожанин. «Средо стоили его два бесна, слава тебе, Боже!» – повторяет прихожанин. «Люто зело!» – «Слава тебе, Боже!» И далее «Иси устремил все стадо в море и утопоша в водах, слава тебе, Боже!» И я понял, сказал мне потом епископ, что этот простой человек был прав, что постоянно говорил «Слава тебе, Боже!» Потому что «Слава тебе, Боже!» вергает бесов в море. «И вы постоянно повторяйте «Слава тебе, Боже!» – «Слава тебе, Боже!» – «Пока все стадо падших духов не вергнется в море». Вот так вот с некоторым, с присущим преподобному Паисию таким вот остроумием он поделился вот этим случаем из храма. «Славословие освящает все вокруг» – «Славословие Бога и благодарность». «Славословие» – человек забывает себя в благодарности, буквально теряет рассудок в хорошем смысле этого слова, радуется всему. Когда человек благодарит Бога даже за малое, то потом на него приходят такие щедроты и благословения Божии, что он даже не может их понести. И тут уже дьявол не может ничего сделать, не может устоять и уходит. Вот какое мудрое размышление преподобного Паисия. Хочется, дорогие друзья, всем вам пожелать. Давайте будем учиться благодарить Бога сначала за явные Его благодеяния. Потом мы будем видеть все больше и больше благодеяний Божьих. И со временем будем благодарить уже и за скорби, и за испытания. Потому что будем понимать и видеть врачующую десницу Божию. Потому что скорби Господь не попускает выше сил. Я даю себе отчет прекрасно, дорогие друзья. Кто-нибудь, кто нас сейчас слушает, может мысленно возразить, или может быть даже привести доводы какие-то. А вот у меня скорби, которые я потерпеть не могу, и они выше моих сил. Выше сил Креста Господь никому не попускает. Но, как уже было сказано немножко выше, порой мы, мы отягощаем свою жизнь ропотом. Потому что человек, который ропщит, он сеет ропот, и неприятности следует за ним по пятам. Человек же, который благодарит Бога за все, он видит промысел Божий в своей жизни. И за скорби, и за радости, за приобретение, за утраты, за здоровье, за болезнь. За все такой человек благодарит Бога. И вот, как только что было сказано, это наблюдение, в общем-то, святого человека, который имел колоссальный духовный опыт. К нему по тысяче людей приходило каждый день. И преподобный Паисий поделился вот этим своим наблюдением, что благодарный человек непрестанно получает все больше и больше благодеяния от Господа. Давайте будем учиться, дорогие друзья, благодарить Бога. Будьте здравы и Богом хранимы. Будьте здравы и Богом хранимы.